Сегодня мы рассматриваем вариант патом номер 4, четвертый элемент. Рука поднимается и поворачивается. То есть базовым является движение сверху, мы к руку подкинули, опустили, мы уносим либо рез сверху, либо воздействуем. При работе, конечно, это не должно быть амплитудного замаха. То есть рука поднимается и вот за счет короткого движения мы воздействуем на противника. Как это мы можем использовать? Во-первых, если идет угроза, то это, соответственно, по руке. Повторяю, не амплитудно рука поднимается и вот идет воздействие. Если это делать пустой рукой, то, соответственно, либо ладонью, либо, если позволяет дистанция, например, противник влетает в сутбол. Опять же, не замах, а короткое движение с промахиванием. Еще раз. Последующий контратак. Таким же образом мы можем атаковать порез груди, коротко, порез лица, укол. Если, например, идет какое-то амплитудное движение в голову, мы можем защитить, контратаковать следующим вариантом. Также мы можем использовать вариант при попытке прохода в ноги, в пустых руках. То есть, стоять в пройдении, пытаясь обойти. Мощный круговой движение. Вот здесь необходимо будет именно амплитуд. Хлопаем по заду. Еще раз. Еще раз. Еще раз.